Нет, они не могли быть настолько глупы. Итак, у нас новая задача. Добраться и разведать маяк Сэл после взрыва дамбы. Надеюсь, мы сейчас никого не встретим. Спокойненько пройдем. Кого я обманываю. Никогда такого не было и не будет. Что мне нравится, здесь действительно есть очень много путей по игре. Можно вот, я например, по-моему слева можно было сейчас пройти, если я не ошибаюсь. И здесь тоже вот по центру можно пройти. Собственно, разные, разные пути. Итак, мы видим первых врагов. Давайте их всех зафиксируем. Я включу все-таки невидимость на всякий случай. Пророк, ваша основная цель, как вы сообщаете. Ну, действительно. Действительно. Жалко, конечно, что я в прошлой миссии потерял одну стрелу. Привет, олень. Наверное, мы с ним ничего сделать не сможем. Ха-ха, мы появляемся и олень пугается и убегает. Удивительно было бы... Кстати, смотрите, мы замечаем передвижение, как он идет, его следы. Попробую, конечно, пройти бесшумно. Вряд ли у меня, конечно, это получится. Но попробовать стоит. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Кажется, здесь у нас комплект модернизации костюма, да? Если я не ошибаюсь. Кроме боеприпасов, безусловно. О, отлично! У нас 9 стрел. Мы, наконец-то, нашли стальные стрелы. И мы разведали маяк СЭЛ. Все. По-моему, он был дальше. Да, 420 метров. Нет. Отлично. Мы подобрали набор модернизации. Давайте посмотрим, что у нас есть. Я бы хотел очень выучить вот это. Защита от ЭМИ, восстановление заряда на 20% быстрее. И меньше помех. Ну, помехи-то ладно, мы еще пережить можем. А вот скорость восстановления весьма-весьма-весьма нам нужна. Проникните в комплекс сбора системы X-СЭЛ. Понятно. Давайте пробовать проникать туда. Здесь, наверное, пройти нельзя будет, да? Ладно. Плохо, что нас могут увидеть. Но давайте потихонечку разберемся с этим. Кто-то заметил? Хотя, по-моему, да. Здесь они должны замечать сразу, как только мы его убьем. Потому что у них же там электронные системы какие-то, должны быть отслеживания. Что происходит? Или у них просто говнокостюмы какие-то? Прикрой меня! Не знаю. Ладно, давайте начнем разбираться. Потихонечку. И потихонечку будем их отстреливать. Куда он идет? Он что, ко мне ее кинул? Вот это да. Ничего, нас не видели. Угрозы пока нету. Сейчас он... Главное, чтобы не подошел ближе. И мы с ним разделаемся. А, нет. Мы сзади подойдем. Я думаю, сейчас спокойненько. Вот так вот. Отлично. Опять восстанавливаю энергию. И давайте дальше разбираться, разбираться, разбираться. Заходить нужно, конечно, аккуратно. Я хочу... Давайте-ка попробуем пройти справа. Вот тут вот. Вот здесь вот давайте попробуем пройти. Я здесь пока никого не вижу. Может, это, конечно, опять обман. И там еще больше противников, чем здесь. Но мне кажется, это путь верный. Спокойно сейчас просто обойдем их. Да? Я очень на это надеюсь. Какая-то интересная пещера. Скорее всего, это... Ух ты, ух ты, ух ты! Как нас понесло! Да, забавные тут такие диалоги происходят. Этот бедный наш псих все еще сидит в лифте. Пусть там сидит. Да, во многих частях игры, безусловно, логичней просто-просто пройти мимо, нежели ввязываться в стычку. Итак, надо быть здесь аккуратным. Опять большая территория. Скорее всего, у нас здесь кто-то есть. Нет, пока тишина. Давайте двигаться. Ромео-1, ваша основная цель в поле зрения. Устройство системы X в добывающем комплексе в нескольких сотнях метрах под землей. А систему управления прямо над ней. Тебе нужно найти путь наверх. Хорошо. Сколько тут белок, а? Причем белки вряд ли будут собираться у воды, на самом деле, я вам скажу. Белки так открыто не выходят. Угроза взрыва у нас, да? Ромео-1, ваша статистическая. Сел продолжает работу Нексуса без матрицы стабилизации. Весь объект может рвануть в любой момент. Начинаем операцию «Дневмо-молод». Взять под контроль вот от энергии, чтобы безопасно отключить систему X. Вас понял. Хорошо. У нас все новые и новые задачи. Давайте аккуратно здесь установим нашу энергию. И будем разведывать систему, потому что впереди, скорее всего, все-таки кто-то есть. Да, у нас здесь есть пулемет. Давайте его взломаем. Отлично. Отлично. И последний. Готово. Да, он уже навелся, я смотрю, на своих. Пока что еще не может стрелять. Это нам на руку. Очень много, конечно, здесь уже на тактике работает. Помните, как в первой части мы в основном бежали просто вперед, всех крушили, все взрывали, потому что тогда действительно смысл нано-костюма в основном был просто потому что... Ну, не потому что, а в смысле показать его крутость, сделать из нас супергероя. А здесь уже против лома нашли приемы. И вполне себе неплохо... Вполне себе неплохо уничтожают нас. Так. Нажмите F, передача кода доступа. Давайте восстановим энергию, пока эти двое не подошли. Отлично. Мы передали коду доступа и теперь можем зайти внутрь. Только аккуратно это нужно сделать. Обойти этих. И зайти спокойно внутрь. Тихонько, тихонько, тихонько. Главное находить укрытие. И понять, как нам двигаться внутрь. А, контакт! Значит, нас увидели. Давайте двигаться. Так, хорошо, мы прошли. Пулемет, по-моему, за нас наработал, да? Неплохо. Да, пулемет за нас отработал довольно неплохо. Так. Нужно найти опять место, где мы сможем восстановить наши силы. По-моему, здесь. Оттуда нас не увидят. Хорошо, хорошо. Двигаемся дальше. Как нам пробраться туда? Нажмите Escape, чтобы открыть запись базы данных. Нет, мне это пока не нужно. Выполните операцию Jackhammer. Так, там у нас водичка. Давайте спустимся туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь нас могут увидеть. Внимание на объект! Кто нас видит? Нас видит вот тот наверху парень. Давайте пройдем и уйдем отсюда, пока нас не закидали гранатами. Отлично. Как нам пробраться внутрь? Здесь должен быть укромный уголок. Вот, наверное, здесь. Вот здесь мы и переждем. Установили энергию. Ох-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Там, по-моему, пулемет, который еще и движется. То есть, на платформе, что ли? Ё-моё! Вот этого мне еще не хватало. Так, ну мы практически пробрались. Туда, куда нам нужно. У нас опять мало энергии. Я спрячусь вот здесь вот, за ящиками. Все, прекрасно. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. И я попробую взломать пулемет. Это было бы очень круто. А где он? Почему я его не вижу? Вот он. Где, где, где? Прицел же видел его красный. Вот он, отлично. Я его не могу взломать? Да, я его, похоже, не могу взломать. Зашибись. Так, давайте еще раз восстановим нашу энергию. И уже будем отправляться по миссии. Мы совсем близко, 19 метров у нас до цели, но цель может быть, конечно, и близка, но не так, как бы мы хотели. Нам нужно забраться внутрь, и этот пулемет, по-моему, нас видит или не видит, я не знаю пока. Давайте просто зайдем внутрь и отправимся. Отлично. Ничего, сняли мы маскировочку. И у нас какие-то видения. Ромео-1, вы приближаетесь к комплексу сбора энергии. Найдите два переключателя мощности. Вырубите их быстро, чтобы, как смотри, отключить Нексус. Будет сделано. Конечно, мы узнаем историю этой дамочки чуть позже. Сейчас нам ничего не раскроют. Здесь есть хоть кто-нибудь? Ну, давайте пробираться, я пока никого вообще не вижу. Да, я снял маскировку, никто нас не атакует, значит, никого и нету. Отлично. Давайте выключать. И раз нам сказали быстро это сделать, значит, действительно, это нужно сделать быстро. Поэтому я поспешу. Как нам отправиться к следующему-то? Ё-моё. Как нам туда подняться? Подожди, подождите, подождите. Неужели нам нужно как-то вот так вот перепрыгивать? Как-то туда, я ж туда не допрыгнул. Как нам туда перепрыгнуть-то, ёлки-палки? Надо как-то забираться. Эх, да, да, мы зацепились. Уоу. Фух, это было, это было серьезно. Давайте отключать. Отлично, мы второй отключили. А теперь, наверное, нужно отсюда свалить, пока тут все это не взорвалось. Давай отключим систему. Здравствуйте, ребята. Похоже, мы не сможем взломать этот пулемет. Поэтому давайте, давайте, давайте накопим энергию и будем пользоваться тем, что мы невидимы. Залезай, залезай, ну. Ах, не хочет он залезать. Как бы он тут не сварился, слушайте. Пулемет, опять этот пулемет. Сколько ж можно? Отлично, вылезли. Давай, пророк, перелезай. Еще раз восстановимся. Он сканирует эту территорию и отнимает у нас всю энергию. Это очень-очень-очень плохо. Давайте двигаться дальше. Слушайте, смотрите, там впереди какие-то... Это нановизор, он нам не нужен пока. Впереди эти лучи. Как нам их обойти? Так, это у нас что? Это у нас данные. Так, забрали мы эти данные. Так, а мы сможем взломать вот эту панель? Давайте попробуем. Ё-моё! Ё-моё, вы видите вот это вот? Да ёлки-палки, как это взламывать? Обалдеть, вот это да. Так, еще разочек пробуем. Дергается, дергается, а потом замирает. Раз, 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 раз. Есть. Еще одну поймали. Да что же это такое? Вот, блин. Это тяжелый взлом, очень тяжелый взлом. Ах ты. Слушайте, ну да, это... Это взлом не из простых. Я думал, что сложного может быть в таком взломе? А ну, вон оно, что может быть сложного. А, опять нас прервали. Так, может это от энергии зависит? Не знаю, давайте еще разочек, еще разочек. Надо взламывать. Заловили мы. Еще одну заловили. Еще одну. Ах ты, да что ж такое? Практически получилось. Безумный взлом совершенно какой-то. Хо-хо-хо. Взломали. Все. Выключили эту турель гадку. А я думал, как нам прорваться? Вон, эти лучи с нас снимают всю энергию и вообще все, полностью нас демаскируют. Но теперь мы можем наконец-то свалить отсюда. В этом месте что-то есть. Видения. Энергетические боя вокруг системы Х нарушают медиацию между временными зонами мозга. Мы наблюдали галлюцинации, ощущения дежавю, ложные воспоминания, иногда даже комплексные расстройства личности. Я не поехал. Эти видения предсказания, а не галлюцинации. Как скажете, Ромео-1, только продолжайте миссию. С вами я пророк. Глупая тетка. Куда же мы приехали? Уезжали-то мы явно не отсюда. Ух ты. Вылезти мы отсюда уже не сможем, так? Давайте достанем наш лук. Слушайте, они нас видят, что ли? Они нас, похоже, видят. Ой-ой-ой-ой. Ну и что? Давайте их тогда подождем здесь. И просто всех поотстреливаем. Ну что, уроды? Где вы, где вы? Один есть. Второй есть. И еще один. Все, что ли? Готов. Это Кейвольт просто шикарный. Шикарное оружие. Полетей! Спасибо, пророк. Спасибо. Сегодня мы восстанем и сбросим с себя оковы. Это первый день свободы. Ну, надеюсь, что так, Раш. Это нас не придашь. Псих, я внутри. Взламываю систему безопасности Сэл. Запрашиваем полостное отключение системы динамера. Переключение на запасные линии. Переключение на запасные линии. Взламываю систему безопасности Сэл. Взламываю систему безопасности Сэл. Нет, они не могли быть настолько глупы. О-оу. Вот это очень плохие новости. Неужели они притащили Альфа-Цефа? О, боже мой, идиоты. Они притащили сюда Альфа-Цефа и питались от него. Похоже, нам надо сваливать. Да. Вали, 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 пророк. Ну, Альфа-Цеф по-любому вышел, да? Харок, все в порядке? Да. Ха-ха, это было круто. Мы сделали это. Нет, это было не круто. Нет, система Икс. Их источник энергии это Альфа-Цеф. Ох, чтоб меня, если твои видения правда. Значит, конец света близок. Нет, это значит тварь на свободе. И я могу убить ее. Да, вот это уже совсем другой разговор. Это из баз данных Селл. Похоже, мы раскрыли очень важную тайну. Это существо было источником энергии Селл. Альфа-Цеф. Он гораздо сильнее, чем я думал. Но я заметил кое-что непредназначенное для моих глаз. Если они сумеют забраться ко мне в голову, то, возможно, я смогу проникнуть в их мозг. Найти их слабое место. Псих, где тут слот для костюма? Ага. В лаборатории, где Селл держали меня. Встретимся там через 30 минут. Осторожно, Майкл. Некоторые вещи простить невозможно. Ну что это ты намекаешь, а? Какие еще вещи? Снять с предохранителя. Улица Де Ланси, Чайна Таун, Нью-Йорк. 29 ноября 1947 года. Мы только что развернули. Вас понял. Выдвигаюсь в сектор. Все спокойно. Слышал? Подъеху по ключам. Здесь все чисто. Ложная тревога. Вас понял. Додолжить проверку периметра. Видимых объектов я подвожу. Двигаюсь к следующей точке. Да, вот это настоящий охотник. Теперь мы поохотимся в китайских декорациях. Это будет интересно. Видали, там еще жаба такая проскользнула. На днем из планов. Чёрнохвост 9. Де Ланси 4 Альфа чист. Выдвигаюсь в следующий квадрат. Прием. Никак нет, Чёрнохвост 9. Восход Алой Звезды инициирован на Кс. Всем... Восход Алой Звезды? Подтвердите, что это не ошибка. Прием. Подтверждаю. Восход Алой Звезды запущен. Прием. Вот дерьмо. Что с ним? Восход Алой Звезды. О чём они думают? Не знаю. Чёрт с ним с Пророком. Надо выбираться отсюда. Эй. А как же с тебе? Да чёрт с ним догонит. О да. Похоже, я знаю, что такое восход Алой Звезды. Они хотят всё это ядерной бомбой уничтожить. Альфа-Цефр. Слышал о восходе Алой Звезды, псих. Нет, не приходилось. Сэл не так-то легко напугать. Узнайте всё, что сможете. Встретимся в назначенном месте. Да-да. Как мне кажется, действительно, восход Алой Звезды, раз они так испугались. Раз они так испугались, то это, скорее всего, уничтожение Альфа-Цефа ядерной бомбой. Потому что, действительно, помните, как Пророк замечал, что они не хотят пользоваться полностью источником энергии Икс и пользуются дополнительно ещё дамбой. Нас заметили, но мы укрылись, как всегда. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение шестой части моей по Crysis 3. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гиддон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей месяцы. Субтитры сделал DimaTorzok